Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я решил записать ещё и геймплей по третьим казакам, чтобы показать, как тут весело. Вот я в сетевом лобби, как видите, игр тут немерено. Ну и в первую очередь я, пожалуй, хочу вот, давайте, командную. Чем хороша командная игра? Тем, что когда вы такой нуб, как я, то вы, вот у меня ник Каллигула, так, на всякий случай, так, давайте вторую команду. Уже две Украины есть, так давайте мы за Украину сыграем. Там есть неплохие юниты. Так, чёрный и красный. Давайте оранжевый, наверное, возьмём. Готов. Всё, сейчас запустится игра. Когда такой нуб, как я, который медленный и хреново играет, то в команде хотя бы есть какой-то шанс, что попадётся сильный игрок, он вывезет. Ну, а самое главное, почему я рекомендую играть в командных играх тем, кто не очень хорошо в игре разбирается, вы можете посмотреть у своих партнёров, если они хорошо играют, что они делают в игре. Таким образом вы сможете научиться чему-то новому, полезному и играть лучше. Ну, сейчас ожидание постройки, заодно пока ожидание входа в игру. Давайте пожелаем всем хорошей игры. Так, вот я тут впереди, то есть соперники примерно... Ну, тут соперник может быть и в центре быть. Они очень хорошо вполне могут на меня нападать. То, наверное, началась игра. Тут ещё важно, кстати, знать горячие клавиши. Я, к сожалению, это всё ничего не выучил. Так что... Я ещё больший тормоз буду, чем надо. Это вот украинские крестьяне. Больше на вьетнамских похожи, блин, в каких-то этих... Панамках вьетнамских. Меня уже просили в комментариях делать гайды по третьим казакам. Вот-вот уж кого не стоит просить делать гайды, так это меня, потому что я не думаю, что я тут посоветую. Кстати, тут уже сразу война может быть. Обычно здесь несколько... О, у меня уже дерева не хватает, обалдеть. Так, давайте поставим вот тут амбарчик и начнём дерево клепать. Так, мельница построена. Давайте пока... То есть тут сразу ещё должна созреть пшеница. Сразу её собирать невозможно. Так, амбар построен. Камня мне пока хватает. Давайте дерево. Нехватка с деревом. И понеслась пока бесконечное строительство. Ну, я поставил бесконечное, типа... В настройках можно поставить, что по левой клавише бесконечное создание юнитов. Так, 18. Видите, тут удобно, что сразу пишут, сколько человек у вас там... Нет, нету русских. Хе-хе-хе. Когда жёлтым тут будет, тогда можно будет начать добывать. Так, 656. Давайте кокузницу построим. Ещё надо следить. Это сейчас уйдёт в минус, начнут умирать поселенцы. Видите, тут не поселенцы, а крестьяне мои. Тут каждый ход ещё в минус идёт, но пока ещё не созрела у меня пшеничка. Ага, видите, остановилось производство крестьян пока. Это я на контрол нажал. Если стоит настройка бесконечная, при нажатии на контрол будет по одному строиться. Так, вот сейчас, по-моему, уже можно добывать пшеницу. Нет, ещё нельзя. А, нет, можно. Так, давайте-ка отправим. Сколько-то, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, где-то 10 надо ещё. Штук 15, потом улучшить добычу вот тут и в самой мельнице ещё можно. Тут надо 750 еды. Так, сколько у нас добывает еду? Так, что вы тут встали. Девять. Девять. Давайте-ка ещё пятерых. Это 14. Видите, не очень удачно мельницу поставил. Вот тут вот не хватает места. Ну, пока это сложно определить, потому что не показывает игра. То есть, тут есть много всяких проблем с интерфейсом. Впрочем, так, что-то он ко мне отправляет защищать юниты какие-то. Так, а это вот соперник синий. Блин, надо быстренько строить казармы. Видите, он уже поставил тут. Блин, я теперь понял. Видите, почему я нуб? То есть, у меня соперник рядом. Вот у него уже казармы, по-моему. Нет, это рынок. Надо с ним разбираться быстро и строить казармы. Казацкий дом. Даже две, наверное, казармы надо. Еда, три железа. Ага, и железо требуется. Так. Мне нужно поставить шахту на железо. Пока остановим. Эти красные отправил к синему, чтобы выносить его. Что совершенно правильно. А то фигли он тут. Так, шестнадцать на еду. О, блин. Отходим, отходим. Так, вот этот четверо. Пошли добывать лес. Тварь, блин. Отходим пока так. Давайте-ка сюда этих сердюков. Тут у нас пункт сбора будет. Блин, это те гады. Так, надо... Надо больше крестьян. Видите, разрушил мне мельницу. Надо новую построить. Давайте... Блин, вот это хреново, что, блин, разрушено. Я не могу тут поставить ничего. Так, на горячую клавишу. Ctrl-1. Вот, можно захватить теперь эту шахту. А мне железо нужно для моих вот этих уникальных юнитов. Так, давайте-ка это строительство. Все. И тут вот эти все три моими стали. Так, пошли-ка захватывать еще что-нибудь. Пошли вон нападать на его. Сейчас чихну. Ой, будь здоров я. Так, добываем еду, добываем. Так, сколько? 18. Нормально. Остальное на дерево. И надо строить. Сейчас мы нарушим ему экономику. Ух ты, блин, какие серьезные тут ребята. Вот это вот стоит какой-то... Так, давайте-ка отойдем. Пожалуй. Знаете, что? Надо мне еще одного... Еще один центр. Так, у меня мало еды. Мало дерева добывают и мало железа. Мне нужен еще один центр, чтобы больше крестьян строить. и в эту сторону... Блин, мне нужен еще камень. Еще мне до хрена всего нужно. Откровенно. Что-нибудь сразу на меня напали. А вот черный что делает? Черный у нас нуб вообще. Видимо, нет. Ну, примерно такого же уровня, походу, как и я. Вот красный быстро сообразил, что надо... Так. Чего не хватает? Дерева не хватает. Всех этих на дерево отправляем новых. Так, им я могу в кузнице как раз открыть... Где кузница-то? Вот кузница. А, нет, не в кузнице. Это в академии, по-моему, открывается. А здесь еще можно вот 750 еды. Так, давайте-ка поближе мы его это отправим, чтобы меньше ходили просто. Так, все, дерево, дерево. Нужно башни построить еще. Так, 2800. Ну, следующим уже можно, да, уже можно будет центр ставить. давайте вот тут поставим. Так, и усовершенствование переработки зерна. Так, давайте пока установим строительство крестьян. Надо быстрее, чтобы зерно добывалось открыть. Так, пускай 800 будет, потому что если сразу, то может начаться нехватка и начнут умирать люди. Так, долго строится. Уже 24 стрелка у меня тут. Он там тоже строит, кстати. Так, давайте опять начнем строить крестьян. Блин, мне еще и камни добывать надо. сюда пойдет. Нет, сюда пойдет. Нет, мы не friendly. Обманываем. Так, все построено, теперь о, блин, перся, гаденыш. давайте добываем дерево и камни. так, тут тоже здоровые крестьяне украинцев. У меня ж тоже крестьяне, я тоже могу ими пользоваться на самом деле. дает, украинцы, а игра про огромные армия мы тут разбираться с этими не могу начать добывать так ко мне нахрен не надо дерево дерево мне нужно конюшню построить так горячая клавиша на выбор всех незадействованных пошли конюшню дерево добывать control 1 ну надеюсь я ему немножко подгадил у меня шахта для золота никто там не и не работает вот это чей стоит вот это вот так семеро на камень отправил блин он достал воевать крестьянами этими своими дебильными где ты нахрен да ёлки еще этот черный короче у нас по дома красный красный вверх где лучше игра получается и развиться вообще дадут нет так золото уже синего стало так красный пошел этого аквамарина мочить что правильно нефиг на еду надо отправлять крестьян ITY к вот сюда будем Хер он поубивал уже, проапгрейдился что ли, блин. Играет музыка. Ну потому что, блин, вдвоем на меня нападали. Ну стреляйте, что вот стоят они. Ну надо синего. Тут явно вот красный лучше всех и в нашей команде играет. Не знаю, чем занимаются черные. Ходит тут по лесам и долам. Давайте уберем это строительство. И тогда похоже. Ну что, если нему сейчас плохо будет. Это видео подготовлено при поддержке справочника и карты 2GIS. В 2GIS есть расширенный поиск по всем бизнес-ланчам вашего города. Справочник уже знает кухню, средний чек, наличие Wi-Fi, есть ли вегетарианское меню и многое другое. Не забудьте зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Городской центр Украины, но почему-то я не могу тут ничего выбрать. Еще один городской центр, походу. Да и это синего. А, вот это я захвачу. Нету ни еды. Ну, меня поубивали всех крестьян. Так, все, это мельница моя. Сейчас надо, чтобы не вернулся аквамарин снижу. Мне надо восстанавливать экономику. Поближе к мельнице. Давайте. Дерево дофига, нету еды. Видите, он стоит... Здание можно только осадными юнитами уничтожать. Он стоит около тех зданий, в которых синий может построить армию и просто будут выходить оттуда юниты и красный будет их убивать. Тут он пошел заниматься... Не знаю, как этот цвет назвать. Фуксия, блин, или как он называется. Ну, чувак строит уже башню. Это вот серьезное дело, потому что большое количество юнитов сразу уничтожается. А, и тут медленно придется... Вот красный жалко захватил этот... Я никак не могу захватить. Ну, как бы, это моего союзника, в принципе. Да, тут я здание никак не могу обратно. Контролом по одному крестьяне, шифтом сразу пять крестьян. В общем, тут чисто красный нас вывозит. С другой стороны, у меня, блин, соперник прямо под боком был. И ему еще вот эта фуксия помогала. Будем называть ее фуксией. Можно, кстати, еще одну мельницу уже тут построить. А, ладно, пока добываем. Пока не надо. Пока не надо. Где-то еще у них есть один, вот этот, белого цвета. Но он вообще как-то хреново развивается. Тем более, что его никто не трогал. Так, что тут у синего? Еда и железо. Ну, не еды надо. Кучу. И здесь центр поставить. Так, давайте-ка, пожалуй, построим уже центр. Одиннадцать на еде. Пока норм. Достроит центр, сразу перекину их на пшеничку. Так, этот чувак тут стоит, контролирует, чтобы... Что черный делает? Прям даже... Чисто в развитии играет, да? То есть хочет прям накопить армию, чтобы тут многотысячная армия была идти в нападение одновременно с красным. Видите, тут еще красный расставил, как бы, скаутов. Вроде как проверять, где что будет. Сейчас на бесконечную уже поставлю строительство юнитов. Так, сколько у нас тут строят? Пятеро. Так, этого давайте на шахту. Пятеро на шахту надо. Что-то разрушилось. Так, здесь центр построен. Вот, шестнадцать человек, пускай еду добывают. Норм. Даже можно еще четверых. И, в принципе, достаточно будет. Теперь строим армию. Сюда пускайте все дыки ебут. Так, четыре. Пять. Все, тут шахта добывается. Теперь на дерево отправим. Ребят. Так, тут пятеро добывают золото. Этого чувака тоже сюда. Так, ну, немножко восстановились. Более-менее. Видите, красный подводит армию, чтобы... Голубого этого фуксию атаковать строит чистокол. О, прикольные ребята. Сечевой казак, Турция. Вот так вот постоянно ехать. Это же рука отвалится вот так постоянно делать. Ладно. Так, на дерево. Этих всех на дерево. Десяточка. Так, еще четверых на добычу еды. Раз. Два. Три. Четыре. Так, двадцать еду добывают. Надо двадцать на дерево. Хотя уже можно... Что-нибудь и построить. Конюшню. А, нет, конюшню еще. Дерево еще надо. Ну, двадцать на дерево еще имеет смысл, я думаю. Так, четырнадцать. У меня еще золото. Можно еще одну на золото. Так, четверо на золото и еще один. Так, кто тут делают? Ну, у них тоже один чувак не играет. Как у нас черный, так у них вот этот... Sony X. Фиг знает, чем занимается. Что такое, вау, лоу, репорт? На что он хочет репорт? Так, сколько у нас тут пятеро в шахте сидит? Этих пятерых давайте на уголь. Так, вообще, академию надо построить, чтобы там быстрее... О, я уже набрал еды, чтобы апнуть своих сердюков. Двадцать две тысячи. Значит, надо больше на еду. Так, давайте... Пять тысяч шестьсот и академия. Надо академию построить. В академии вообще много всяких апов. Есть. Академию и конюшню надо построить. Он ответил, на что он репорт собирается делать. Ну, тут красный вообще доминирует, по-моему. По максимуму. А, это наоборот, it's Sony. Вот этот вот. А наоборот, King Alex. Блин, ну тут цвет одинаковый. Так, академия построена. Теперь можно и конюшню построить. Только дерева не хватает. Кстати, в академии как раз можно... Чтобы быстрее дерево добывалось. Дерево обработка. Отлично. И тут же еще сбор еды, чтобы быстрее происходил. Так, сколько нам конюшню можно ставить? Ну, количество еды на полях, мне кажется, не очень важно. А вот, чтобы сбор еды проходил быстрее, это важно. Поэтому нам надо 5600 еды набрать. Так, 26 сборщиков, 29, 30. Этот хай строит конюшню. Что у нас тут еще? Время постройки зданий. Ну, можно на это золото потратить. Хотя вот еще скорострельность. Вот это неплохо. У меня же стреляющие эти сердюки. Так, конюшня построена. Теперь осадный камень нужен. Так, что у нас тут с едой? Совершенствование сбора еды. Вылечить всех живых юнитов нафиг надо. На карте появляются скрытые месторождения. Ну, можно. Так, что у нас тут с камнем? Сколько? 11 добывающих. Давайте еще. 16. 16. Гранулированный порох еще неплохо. Ну, золото требуется многовато. Так, 4750 камня. Давайте 20 добывающих камень. Мне надо золото еще подобывать. Так, сколько тут? Шестеро. Где еще? Так, уголь не нужен. Железо. Еще железо. Уголь. Еще золото. Уголь. Железо. Так, ну что, осадные машины 400 и 750. Скоро можно будет построить. Реестровый казак. Тоже можно фигачить уже еда и дерево. О, красный пошел в атаку. Это дороговат. Гетьман. Так, осадные машины. 30, 30, 30, 20, 20. Вообще, надо на железо посадить еще где-нибудь. У меня тут как-то маловато железо добывается. Вот. Три, Четыре, Пять. Уголь. Вот еще золото. Сколько их тут? 64. Ага, построили. Отлично. Тут на железо давайте. Э. Че-то, чувак? Прозвался. Обалдеть. Взял через всю мою, налетел. Ну, все вроде. Как-то красный пропустил. Стал так кругом, через него пробежали просто на ровном месте. Да. Так, давайте еще одну конюшню. Так, 20. Так, 20. Так, 20. И, так, 20. Ну, и, так, 15. Да. одного убили добывальщика еды так а все остальное норм вроде так а как мне выбрать всех юнитов всех военных юнитов а control z выбрать и control z так вообще с одной 5 гаубиц пойду синего уничтожим помешаются тут его здание сбор еды быстрее sky будет так пожалуй мне крестьян хватит еда из золота он опять бегает ну тут выигранная игра по моему просто чуть-чуть подождать надо казацкий дом построен давайте еще конюшню ну тут каждое здание все дороже и дороже стоит еда золото и железо так как как-то в академии что-нибудь открыть чтобы быстрее строилась прочность зданий нафиг надо эффективность добычи камня время постройки зданий это все не нужно а вот дальность стрельбы артиллерии тоже не нужно сила выстрела от 6000 золота надо накопить гаубицы пошли сносить здание просто из-за этих синих зданий этот а вообще лучше вот это сначала видит что у нас тут происходит а так уничтожено не могу пока поставить но она со временем как бы разрушится так это здание уничтожено этот уже отстроился king алекс интересно эти что поставим тут их ну красному зашли в пыл что происходит почему вот амбар вот этот склад не разрушается так его захватить можно а это типичный моё было здание что ли когда-то ой своих крестьян убил а а Продолжение следует... Что-то я не пойму, вот почему он не захватывает этот склад, если мне это нарисовано можно сделать. Может использовать... А, все, захвачен, отлично. Так, что-то у меня никто не добывает еду, мне поубивал, да? И камень никто не добывает, опять надо бесконечные строя. Хотя 42 дерева это многовато, давайте перекинем нескольких. Так, 7, так, 3, еще одного. Ну вот, огромная армия, пошла осада. С этой стороны зайдем. Так, и осадные орудия. Так, и осадные орудия. Так, и осадные орудия. Однако. Так, и осадные орудия. С downtick身, посадные орудия сразу. Они повторят скав us, пальцем и затягивают вверх. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...